Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Чёрным по белому». Иду её сегодня я, Александр Гурарье. Речь у нас сегодня пойдёт о очень интересном человеке, который, к сожалению, отошёл в лучший мир 3 января текущего года. Речь о Викторе Файнберге. Виктор Файнберг впервые заявил о себе и стал более-менее известен в Советском Союзе, да-да, я не оговорился, в Советском Союзе, когда он принял участие 25 августа 1968 года в демонстрации на Красной площади с протестом против ввода советских войск в Чехословакии. Он был арестован во время демонстрации обвинения статья 190 пункта 1 «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». И 190 пункт 3 Уголовного кодекса «Организация или активное участие в групповых действиях, нарушающих порядок». После ареста он был направлен на психиатрическую экспертизу, признан невменяемым, как это было модно в те далекие годы, и подвергнут принудительному лечению. Он был отправлен в психбольницу. Такое решение могло быть вынесено судом без присутствия лица и без права обжалования в вышестоящем суде. В результате Файнберг был признан невменяемым и направлен в Ленинградскую психбольницу, где находился 4 года, с января 1969 по февраль 1973 года. И он, собственно, был одним из первых и наиболее, так сказать, активных борцов против советской судебной психиатрии. И вот о Викторе Файнберге сняли фильм. Фильм успели снять, успели снять, успели поговорить с ним до его смерти. Поэтому фильм как бы получился такой, ну, такая посмертная эпитафия. Фильм очень интересный, очень хороший. И мы сейчас поговорим с создателями этого фильма и с дочерью Файнберга, Сарой. Здравствуйте, господа. Сара Файнберг и Ксения Сахарнова, режиссер и создатель этого фильма. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Добрый вечер. Во-первых, всего прошло буквально меньше месяца с момента ухода Виктора Файнберга. Я выражаю вам свои соболезнования, Сара, прежде всего. Это был замечательный человек, и мы постараемся сейчас рассказать, насколько он был замечательный и насколько был интересен. Сара, ну тогда первый вопрос к вам, как к дочери. Каким был ваш отец? Какое самое яркое воспоминание, может быть, из своего детства вы пронесли всю жизнь? Ну, вы знаете, Александр, я не могу коротко ответить на этот вопрос. Я понимаю. Но если всё-таки попробовать определить, я бы сказала в одной фразе, кто был мой отец, то я бы выбрала отрывок из стихотворения Лермонтова. «Выхожу, один я на дорогу». 25 августа 1968 года мой отец пошёл на Красную площадь за себя и для себя. А в ноябре 1974 года его выгнала советская власть. Он тоже уехал, поехал один на дорогу, тогда же в Израиль. Потом же, уже после распада Советского Союза, во время Первой Чеченской войны, по поручению Сергея Ковалёва, мой отец поехал в Чечню, в Грозный. Потом он поехал в Боснию. Потом в Гушкатив летом 2005 года. Так что этот стих «Выхожу, один я на дорогу», он был его скрытым, я бы сказала, даже интимным лозунгом, девизом. Он всегда был один на дороге, не потому что он был один, а потому что он действовал и жил. Я бы сказала, это исходило из какого-то внутреннего движения в сторону человеческого достоинства и в сторону справедливости. И, соответственно, я бы сказала, что моё самое яркое воспоминание, я родилась за несколько лет после его освобождения без малейшего компромисса, уникальный случай из психотюрмы. Это именно папина поездка в Прагу в 90-м году, когда его пригласил тогда легендарный президент и диссидент Вацлав Хавель Чехословакии. И когда он наряду с другими участниками демонстрации, Натальей Гарбаневской, конечно, Литвиновой, получили почётную премию, вот премию... Гражданство. Почётное гражданство. Почётное гражданство в Праге. Хорошо представлено в фильме, там это всё описано, конечно. Да. И вы знаете, на моих глазах детских тогда происходило именно восстановление исторической справедливости, потому что впервые оценили официально их вклад в историю 20-го века, в историю Чехословакии, в историю правозащитного движения. И я должна сказать, Александр, что ни Ельцинская Россия, ни Путинская Россия, конечно, их не реабилитировала. Поэтому вот этот миг в Праге был очень впечатляющим для меня тогда. Скажите, а как возникла вообще идея фильма? То есть, во-первых, кому принадлежит идея? Кто решил снимать фильм? Вы знаете... Мы рассказываем об этом фильме, вот кто посмотрит фильм. Это произошло, когда мы организовали собрание на Красной площади 25 августа 2018 года в полдень в случае 50-летия демонстрации. Это уже в фильме. Да. И тогда меня поразил тот факт, что российские полицейские почти за пять минут после начала нашего скромного и наивного собрания остановили это мероприятие. Вот они... Меня поразило, что вы... Это есть в фильме, что вы им объясняете, что это вот в честь того, что вот мой отец тут был, значит, там... Они многие просто... У меня сложилось впечатление, что они вообще не поняли, а что это такое? Что было в 68-м году? Они молодые люди, как бы... Они даже не знают об этом. Конечно, никто это не знает. Это даже не вопрос. Просто их цель была разогнать и все. Нет, понятно, но кроме того, что их цель была разогнать, эта цель понятна и как бы не вызывает сомнения. То есть они не среагируют, они не понимают, о чем вы говорите. Они не понимают, что такое 68-й год и что такое было в Чехословакии. Они этого не знают. Да, я думаю, что им помешала вот сам факт вот собрания в памяти этих людей. Вот понимаете, вот сама память мешает. Мы сегодня это видим вот после ликвидации мемориала и Сакаровского центра и так далее. Память мешает. И поэтому я помню прекрасно, очень чётко, что когда колокол звучал вот в полдень, да, 50 лет спустя, вот ко мне вот пришла идея, что нужно обязательно, вот чтобы был фильм или чтобы была книга, чтобы был какой-то визуальный памятник, который переживёт путинскую Россию. Нас никто не остановит, понимаете? Да, я понимаю. Ксения, вопрос к вам, как к создателю фильма. Ну, про свою команду вы тоже нам расскажете обязательно. То есть фильм охватывает, ну, такой большой временной, временной пласт, временной период. Наряду с кадрами хроники вы использовали много оригинальных фото и видеоматериалов. Кто помогал вам в сборе материалов, то есть кто предоставлял вам. Вот, ну и вдогонку там замечательные, я уж прямо сразу в одном вопросе, там есть замечательные кадры, которые идут сквозь весь фильм. Это девушка-художник, которая, замечательные акварели, которые там появляются, они просто удивительно дополняют вообще всю картину. То есть расскажите про нее тоже, пожалуйста. Да, я с удовольствием расскажу. Вообще наш фильм, это детище целого ряда женщин и одного мужчины, можно сказать так. А, все-таки один мужчина записался. Один мужчина и очень важный, да. Но в сборе материалов, конечно, основа – это архив семьи Виктора и Франсуаза Файнберг. Прежде всего, когда мы ездили в 2018 году, вот мы успели до пандемии съездить в последний раз во Францию и снять большое интервью с Виктором Исааковичем, тогда мы отсняли весь архив. Потом мы нашли, конечно, уникальную вот эту хронику 70-х годов, британскую хронику, где показан английский период жизни и борьбы Виктора Исааковича. Это тоже очень обогатило фильм, потому что хотелось увидеть его еще молодым, в силах. И наш чешский, наш чешский ко-продюсер помогла нам найти хронику вот этого уникального события, когда в 90-м году участникам демонстрации было присвоено почетное гражданство Праги и встреча с Василом Гавалом Александром Дубчиком. Ну, а что касается иллюстрации, да, это вот наша подруга, это внучка Натальи Горбаневской, участница демонстрации, подельница Виктора Файнберга. Ее зовут Нюся Красавицкая. Это молодая художница, очень талантливая. Вот, и нам очень важно было, чтобы в фильме не просто был хороший художник, а чтобы был художник, связанный с диссидентским движением, можно сказать, генетически, который вот не надо ничего объяснять. И Нюся до этого замечательно проиллюстрировала книгу о своей бабушке Наталье Горбаневской, и мы сразу подумали о ней. Нам хотелось найти вот какую-то такую, не просто использовать картинки, но чтобы они как бы оживали на наших глазах. Вот родилось такое необычное решение, что мы показываем, как художник создает эти рисунки. И это была фантастическая съемка, потому что Нюся, примерно на каждый рисунок у нее уходило там от 10 до 20 минут. И такие замечательные получились картинки. Это не монтаж, то есть это не монтаж, то есть практически... Это монтаж, безусловно, это монтаж. Ну понятно, что монтаж, там это не... Каждый рисунок не длился 10-15 минут, но это не то, что вот она два дня рисовала, а вы взяли это все... Нет, нет, она рисует это. Она рисует, она просто видит это все, этот образ в голове и сразу же его воплощает. Вот, и практически все рисунки были сделаны с первого дубля. Получился целый такой альбом, который мы еще надеемся как-то использовать вот в будущей книге о Викторе Файнберге или на выставках. Вот, я считаю, что это очень оригинальное, интересное решение, что мы вот так вот ее вписали, и на каждом показе фильма мы получаем хорошие отклики вот именно на эту историю с иллюстрациями. Да, действительно, очень красиво, очень интересно. Сара, скажите, вот вопрос теперь к вам. Вот вы, как вам работали, работа у вас над этим фильмом, то есть вы как бы проживали заново жизнь своего отца. Узнали ли вы что-то новое о нем, вот работая над этим фильмом? Да, вы знаете, да. Объясню. Я вот, папа, конечно, много говорил и рассказывал дома, но благодаря Ксении и ее мужу Кириллу я впервые столкнулась как бы с перспективой психиатров, потому что в фильме появляется вот эта очень интересная фигура психиатра Пшизова, который был официальным психиатром в той психбольнице, где мой отец сидел, и вот для меня это было просто фантастическим. Не сидел, не сидел, а лечился, как вас поправил там этот самый один мент. Тут не сидят, тут лечатся. Тут лечатся, да. И вот для меня это было так интересно понять перспективу этих психиатров, их дилеммы. Они тоже переживали. Вот, например, тот же Пшизов и в фильме рассказывает о жизни покойного капитана Петрова, психиатра-праведника, который спас буквально моего отца. И вот я это для себя открыла в фильме. Вот как жили эти психиатры, которые работали в то же время для МВД. Ну, то есть среди них тоже были порядочные люди. И порядочный человек стоял перед проблемой выбора, да? То есть... Да. С одной стороны служба, а с другой стороны ты понимаешь, что ты творишь зло, причем зло не просто человеческое, но и профессиональное зло. Для профессионала это очень тяжело. Да, видите, вот этот фильм тоже дает должное этому психиатру, Льву Николаевичу Петрову, который, рискуя своей жизнью и жизнью детей и жены, решил помочь моему папе и тем самым достиг, добился его освобождения. То есть он передал информацию о нем, сумел передать на Запад, и таким образом, собственно, он его спас, потому что его там начали уже колоть и, в принципе, закололи бы до смерти. Ксения, давайте к вам теперь обратимся вот как к создателю. Какие трудности были, вставали вот перед вами в ходе вот этой работы? Были ли попытки помешать съемкам? Вы знаете, трудности в основном такие, что до этого мы уже снимали фильмы о диссидентском движении, вот, и был такой у нас первый фильм дебютный «Пять минут свободы». Это фильм, который рассказывал именно о демонстрации на Красной площади и современном гражданском движении в России, но он вышел 11 лет назад. И там уже среди наших героев были Наталья Горбаневская, Виктор Файнберг, как мы, собственно, и познакомились, и Павел Литвинов. Вот, и мы очень успели вовремя этот фильм снять, потому что Наталья Горбаневская через два года нас оставила. Вот, потом мы сделали фильм такой мемориальный в памяти Натальи Горбаневской, называется «Я не героиня». И вот это уже фильм о Викторе Файнберге, это как бы третье обращение уже к этой теме, и мы не хотели повторяться. Мы хотели каждый раз какие-то новые художественные решения найти. И вот в этом фильме как раз история с иллюстрациями вот нас выручила, плюс вот эти вставочки, которые идут через весь фильм, игровые такие, актерские эпизоды, да, где мы читаем фрагменты. А, кстати, замечательно, замечательные актеры подобранные, они действительно здоровые. это заслуженные артисты России, они до этого, мы проводили с ними читку, пьесы Тома Стопарда, посвященные Виктору Файнбергу и Владимиру Буковскому. Вот, у нас не было задачи там какое-то портретное сходство найти, мы просто хотели хороших актеров, которые нам быстро смогут сделать то, что мы хотим. И вот эти вставки, как раз, где мы читаем фрагменты из книги Владимира Пшизова, психиатра, который оказался еще и замечательным литератором. так что это тоже так обогатило фильм, дало ему какое-то свежее дыхание. Вот, ну и, собственно, собрать, вот, собрать из этой большой жизни, в которой очень много чего было и очень много осталось за кадром, собрать вот эти полтора часа, так, чтобы было интересно, чтобы этот сложный материал воспринимался, ну, не очень тяжело. Вот такие были задачи. Вы знаете, у меня вот при просмотре сложилось ощущение, вот, что ты на какой-то, в какой-то момент забываешь, что ты смотришь документальный фильм. То есть ощущение, что ты посмотришь фильм художественный. То есть вот, вот эти, вот эти герои, вот люди, которые с ними контактируют, то есть ты переносишься из одного времени в другое, из одних лет, там, десятилетия туда, десятилетия сюда, то есть, очевидно, это вот является, так сказать, большим успехом, да, то есть ты, бывает документальный, фильм, когда ты смотришь, тебе показывают какие-то документы, что-то там нудно объясняют, да, и человек засыпает там на пятой минуте, а тут как бы смотришь, вот как, смотрится, как художественный фильм. Это потрясающе. Ну, это вот тоже заслуга, я считаю, что вот мужчина, раз которого я не упомянула еще, это мой муж, Кирилл Сахарнов, соавтор, он очень хороший опыт монтажер. Почему-то мужей всегда, мужей всегда упоминают в последний момент. Ну, это скромность, да, просто. Он очень хороший монтажер, и вот мы очень долго с этим материалом работали. У нас сначала был фильм, шел час пятьдесят, потом мы его сократили на двадцать пять минут. Вот, это тоже была очень такая большая работа по редактированию, улучшению этого фильма. То есть резали поживотно, да? Да, началась война вот против Украины, мы еще попросили у Виктора Исаковича, чтобы он сделал как бы заявление, да, потому что фильм в черновом варианте уже был готов до начала военных действий, но когда все это началось, мы знали, что Виктор Исакович как харьковчанин, он очень тяжело это все переживал до самого конца, и мы попросили его сделать заявление. Там есть такой небольшой фрагмент в фильме, где вот его слова, это, ну, такое его завещание, я бы сказала. Это очень ценно, конечно. Сара, скажите, вы довольны вообще фильмом? Были у вас какие-то разногласия с командой? Ну, вот вы дочь, вы видите своего папу так, и вдруг приходят, ну, скажем так, посторонние люди и показывают его, может быть, ну, с другой стороны, с другой точки зрения? Я вам скажу одно, папе очень понравился фильм. И папа человек, который не может населиться вместе в зеркало. Он успел его посмотреть, да? Он успел его посмотреть, и я не просто довольна, я счастлива и спокойна, потому что сейчас закрываю доступ к архивам. Я не знаю, смогу ли я вернуться и вот опять вот читать архив отца, как я это делала все эти годы, и теперь вот этот фильм, опять-таки, это визуальный памятник не только папе, а всем людям, которые сидели в этих учреждениях, в психбольницах, и память, память которых сейчас ликвидируется. Вот понимаете, поэтому вот этот фильм сейчас настолько важный, этот фильм, он как политический акт, который выживет и переживет вот путинский режим опять-таки. Ксения, ну и, так сказать, на закуску, под занавес, какова дальнейшая судьба фильма, где его можно будет посмотреть, куда вы его собираетесь вести, на какие фестивали? Вы знаете, у нас была очень хорошая премьера в Тель-Авиве вот 19 января, у нас был полный зал в синематеке Тель-Авива, очень хорошие отзывы мы получили, вы знаете, люди потом подходили и благодарили нас на всех языках, да, и на русском, и на французском, и на английском, это было очень, конечно, замечательно, я очень рада и благодарна, что вот зрители так восприняли фильм, и поэтому мы хотим еще показать в других местах в Израиле, вот мы запланировали следующую поездку в Израиль на апрель, я думаю, что мы покажем его в Хайфе, может быть, покажем в Иерусалиме и в ряде других мест, но помимо этого я бы, конечно, очень хотела показать фильм в Чехии и Словакии, я думаю, что там мы тоже или в музее, или в синематеке где-то устроим показы, ну, вообще во всех странах, которых коснулось, да, вот это вторжение в Чехословакию, которые были в этом замешаны, да, с обеих сторон, в России, ну, мы показали его только так, неофициально, таких закрытых показах, теперь я, у меня, конечно, нет никаких иллюзий, что мы можем его показать, вот, ну, и я думаю, что мы сделаем, ну, конечно, мы будем посылать на фестивали, на фестивали правозащитного кино, фестивали еврейского кино, их очень много в мире, вот, и мы сделаем еще такую укороченную телевизионную версию, которую я тоже надеюсь, что мы можем показать вот в ряде стран на телевидении, так что такие пока у нас планы, мы открыты к предложениям. Спасибо, спасибо большое, я напоминаю, Ксения Сахарнова, режиссер, автор, ну, и оператор, там все вместе, да, я так понимаю, что вы там с упомянутым в конце мужем, да, работали за всех в этой истории, и Сарочка, и у нас партнеры в Чехии, еще вот Михаила Стоилова, наш партнер, вот, я еще хотела так проанонсировать, у нас есть страница в Фейсбуке, называется Виктор Файнберг Ахарай, зрители, которые хотят посмотреть фильм, они могут подписаться на страничку, мы там регулярно опубликуем все новости, анонсы, вот, и я надеюсь, что никогда не пропустят показы фильма, вот, приглашаю. Спасибо, Ксения, спасибо, Сара. Спасибо за этот интересный фильм и за этот интересный рассказ, фильм действительно получился, спасибо вам.